Как бы сильно я не пытался поставить выступление прагматично, у меня не получается, потому что, вы знаете, я должен признаться, что я не отношусь к гастролям и к турам, и к той работе, которую я делаю, как к работе. И пришел я в эту сферу, именно гастрольную сферу, благодаря любви, но не любви, в смысле я был в кого-то влюблен, а меня даже написала знакомая, которая был роман с итальянским гитаристом, потрясающим, который был Александр Диверджилло, это банд-лидер группа «Корде Дис Аккорде». И она просила меня просто обвыкновенной дружеской услуги, она сказала, «Витя, мог бы ты сделать ему гастроли, чтобы мы могли наконец увидеться? Люди не очень богатые, и так просто увидеться им сложно, нужно было привезти его в Россию». И я сделал гастроли на 12 дней, это был мой первый тур, в основном были клубы в Москве, в Петербурге, в нескольких городах вокруг. И сейчас прошло 5 лет, и у меня 140 выездных концертов в год. И 80 из них проходят на филармонических, театральных и других сценах такого же масштаба. Я не беру клубы, я беру только концертный зал. Их 80. Самый большой единовременный тур, который я делал без остановки, это было 49 дней, вдруг по аккорде-дисаккорде, и тур прошел от Калининграда до Магадана, по всей России. Самый длинный тур, который лично я сделал, то есть я единовременно путешествовал безостановочно, это было 87 дней. Я начал 1 ноября и закончил 20 числа февраля. Он был прибыльным? Он был очень прибыльным. Я не хотел бы здесь лукавить, я не считаю, что тема называется «Как не обанкротиться?». Несомненно, мы про это поговорим. Но я бы не мог сказать, что эта работа меня не устраивает. Я живу, как хочу. Я езжу, я гастролирую, я смотрю мир, я знакомлюсь с удивительными людьми. Самое вообще возможное, лучшее, что может, наверное, случиться с продюсером, случиться с музыкантом, это гастролировать. Это такое количество приключений, это такое количество историй, которые остаются на всю жизнь. Ну, сами подумайте, как мы с итальянцами сломалась машина в тайге, и мы шли 10 километров, минус 20. Выбирка девушки. Ребят, это ни на что невозможно совершенно поменять. Тем не менее, даже не тем не менее, на данный момент в моем агентстве VR Jazz Agency есть порядка 70 артистов, и каждого из них я люблю по-своему.